МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас наше очередное третье занятие по ступеням, семи ступеням магического посвящения. И сегодня мы с вами начнем рассматривать следующую ступень. Ступень ревнителя. Вот эта ступень, сейчас я вам покажу, она располагается в самом начале каббалистического древа жизни. То есть это Сефера Малкут. Вообще хочу вам напомнить, что прошлая ступень, ступень неофита, она в системе герметического ордена Золотой Зари еще не была даже вписана в древо жизни. Это, по сути, была такая приготовительная ступень. То есть человек должен был проделать некие духовно-магические операции для того, чтобы быть готовым ступить на лестницу. Каббалистическое древо жизни – это, конечно, при посвящении некая такая духовная лестница, посредством которой мы и поднимаемся в божественный мир. То есть если можно тоже так сказать, вот как бы неофит – это, ну вот вы подошли к лестнице, вы подошли к лестнице и вы приняли решение по ней подниматься. То есть вы поняли, что по ней вам предстоит подняться. Да, это вот как бы неофит. И здесь, ну для того, чтобы ваш подъем был успешный, вам надо, конечно, уже иметь некие основы магических знаний. И вот как раз этим основам магических знаний и были посвящены у нас первые два занятия, вот в ходе которых, ну вы какой-то магический бэкграунд, я надеюсь, получили, освоили ее, еще вам раз напоминаю о неких практических упражнениях. Сегодня также будут даны определенные практические упражнения. И, соответственно, сегодня, как бы вот наше занятие, на нашем занятии в основном будет сделано упор на алхимию. Да, земля, алхимия, все как бы понятно, тесно взаимосвязано. Ну, перед этим все-таки немножко еще о посвятительной лестнице. Собственно, вот вы видите, что внизу у нас, до Тифарет, у нас находятся четыре сефиры, Малкут, Есот, Ход и Ницах. И каждая из них соотносится с одной из стихий. То есть Малкут, естественно, земля, дальше Есот, воздух, Ход, вода и Ницах, огонь. И, соответственно, они в магической системе соответствуют четырем степеням. То есть вот Ревнитель, ну или еще Зелатор называют, Теоретик, это уже у нас будет Есот, Практик, Ход и Философ, это у нас Ницах. То есть вы помните, что согласно магическому воззрению, человек как бы сам состоит из четырех стихий. И как раз предполагается, да, ну состоит он и состоит, это как бы хорошо, но нам надо эти стихии в себе осознать. То есть осознать в том смысле, что мы учимся ими управлять. Вот мы их в себе ощущаем. И предполагается, что каждое посвящение на вот этих вот четырех степенях, оно, если можно так выразиться, как бы устанавливает нашу связь с нашей стихией. Мы, иными словами, осознаем какую-то часть себя самого. Ну, разумеется, это можно сделать, как, то есть впустив в себя некий божественный аналог этих стихий, да, чтобы они пробудили вот то, что находится у нас, да. Мы помним, конечно, этот герметический принцип, то, что внизу, то и наверху. И для того, чтобы, ну, скажем так, вот наша стихия Земли пробудилась, нам надо воспринять влияние некой такой небесной, божественной Земли. Вот. Это, что такое Земля? Ну, это понятно, вот такая вот наша, наше тело. Собственно, мы сами, как бы мы сами вполне материально, да, имеем физическое воплощение, и поэтому у нас, условно, да, вот нашу телесность можно соотнести с элементом Земли. Ну, а разумеется, можно сказать, это еще наше подсознание, да, как бы нечто такое наиболее глубинное. И, я надеюсь, вы помните, я вам это уже говорил, как раз в нашем подсознании и находится вот эта вот божественная искра, как бы это падшая божественная искра, которая находится в преисподне, которая находится в подсознании, которая там проявляется, ну, может быть, не слишком-то приятно, а поэтому в таких аварамических религиях эта божественная искра клеймится, как там какой-нибудь там Сатана, Люцифер и так далее. Ну, понятно, все идет от Бога. Естественно, это все божественные эманации, пусть падшие, пусть погруженные в клейпатические оболочки, но все-таки это божественные эманации, которые мы и должны спасти. Собственно, в этом, очевидно, и состоит, как бы, наша миссия на Земле, наша задача на Земле. Вот, давайте немножечко теперь я вам расскажу про соответствие Земли. Вот, соответствие Земли, ну, символ Земли – это треугольник, треугольник, перечеркнутый, треугольник вырешенный вниз, перечеркнутый линией. Это женская пассивная стихия, да, ну, мы помним, конечно, да, образ, там, мать-сара-земля, это как бы земля-кормилица, то есть то, что все порождает, то есть, ну, такие типичные женские функции. Земля восприимчива, земля телесна, то есть это как бы тверда, материально, да, она дает нам пищу, вот, и если говорить про ее цвета, то у Земли множество цветов, да, это мы даже знаем как бы сами, да, то есть, ну, обычный такой цвет черный, да, обычный цвет черный, что это такое? Естественно, черный цвет Земли – это, скажем так, не от хорошей жизни. Черный цвет Земли, как говорит религиозная традиция, это следствие ее проклятия Богом, да, ой, если вы помните, после грехопадения Бог проклял, ну, там, змея, да, там, тех участников грехопадения, и еще Он проклял Землю. Он проклял Землю, и она, как бы, вследствие этого стала черной. Вообще, как бы, идеальный свет, правильный свет Земли – это зеленый цвет. Зеленый цвет – это цвет такой возрожденной Земли, это цвет весны, к слову сказать, это цвет Венеры, да, то есть это цвет пробуждения. И дальше, как мы увидим, зеленый цвет будет играть в алхимии очень важную роль. Вот. Ну, вообще, да, вот такой вот обычный цвет Земли – это все-таки черный. Да, или же, или же мы можем вспомнить, что Земля на самом деле – это такая сложносоставная стихия, и она состоит из, ну, как бы, смеси, условно, конечно, да, смеси огня, воды и воздуха. И поэтому можно сказать, что Земля также имеет цвета вот этих вот стихий, да, то есть это вот не один какой-нибудь монохромный цвет, а такой полихромный цвет, там немножко красного, немножко синего, немножко желтого, и дальше там, например, либо зеленый, либо черный и так далее, и так далее. Ну, кровли, да, вот если вы обратите внимание на то, как он там изображает, например, квадрат Земли на розанкрейцерском кресте на обложках Тару Тута, то там у него Земля зеленая. То есть Земля зеленая в том смысле, что вот наш стал эпоху Возрождения, Новый Эон, все замечательно, и поэтому черный цвет меняется на зеленый. А вот дальше, ну, если вот говорить, например, про Арканы Тару, то это, естественно, последний Аркан, да, потому что последовательность Арканов Тару мы тоже можем рассматривать как своего рода магическую лестницу, лестницу к Богу, вот. И, собственно, здесь у нас соотносится этот Аркан, соотносится этот Аркан с Сатурном, и соотносится он с Землей. Да, это еще и буква ТАВ, своего рода первый шаг. А вот, это первый шаг. Вот, дальше, соответственно, уже давайте... Да, ну, еще, конечно, надо знать некие соответствия Земли, но здесь я их просто привожу в учебном материале, который бы вам не было прочитать. То есть надо помнить, что божественное имя Земли – это Адонай Ха-Арец, собственно, слово Эрец, или там Арец – это Земля на иврите, то есть Адонай – это Господь, Господь Земли. Сефиры, естественно, Малкут. Керуб в Земле – это бык, ну, такая мощная сила. И вот, кстати, это тоже такой хороший образ падшей божественной искры, да, вот, как бы бык. Так, быка, ну, в некоторых, там, мифологемах он, ну, либо считался таким верховным божеством, ну, вспомним там, да, золотой телец в Библии, либо, наоборот, бык был такое страшное чудовище, да, вспомним там легенду о Минотавре, да, который надо было победить. Вот, то есть это символ такой мощи, ну, наверное, самый такой вот, как бы важный символ мощи, к которому был знаком первобытный человек. Далее. Духи Земли – это, понятно, гномы, которые обитают в Земле. Магическое орудие Земли – это понтаколь. То есть понтаколь – это что? Это, ну, некая, ну, как бы такая, ну, там, не знаю, там, талисман или некое такое изображение, которое делает маг, которое символизирует, как бы, космос, да, который символизирует вот такую сотворенную Вселенную, да, там, ну, как бы у каждого мага, конечно, своя версия. Ну, вот обычно это изображается, как смесь, опять же, четырех элементов, из которых Земля состоит. Вот, и теперь давайте уже понемногу перейдем к алхимии. Да, ну, что такое алхимия и почему она, собственно, относится к этой степени? Алхимия – это одна из, наверное, древнейших эзотерических наук. Она существовала еще в античное время. Вот, и она, конечно, доступна на двух уровнях понимания. В таком, ну, как бы, распространенном понимании это наука трансформации металлов, трансмутации металлов, превращение их в золото, то есть, своего рода, как бы, исправление металлов. Здесь надо понимать, что, как бы, простые металлы в алхимии считались испорченным золотом. И поэтому люди творили такую благородную работу, они исправляли то, что здесь несовершенно. То есть, они, по сути, как бы, участвовали в продолжении творения Вселенной. Ну, или, если угодно, там, исправление последствий грехопадения. То есть, превращение металла, там, свинца, например, как низшего металла, в золото, выше металла – это вот не просто, там, средство разбогатить, а это средство исправить Вселенную. То есть, средство совершить текун. То есть, алхимия, по сути, это такая наука, чтобы все привести в состояние совершенства, чтобы исправить вот эту вот ошибку грехопадения. Вот, теперь, так, давайте посмотрим три принципа алхимии. Вот, ну, алхимия делила материю на три природных начала, которые предполагалось, что существуют во всех вещах – соль, сера и ртуть. Естественно, это не имеет никакого отношения к таким вот нашим, их физическим, физическим аналогам. Вот, то есть, эта троица, она могла ассоциироваться с христианской троицей, отец-сын, святой дух, она могла там ассоциироваться с какой-нибудь египетской троицей, ассирис, хор и изида, или там Брахма, Шива и Вишну в индуизме, либо три основных элемента – огонь, вода и воздух. Вот, то есть, это, ну, такое, как бы, троичное-троичное деление мира. При этом соль, это считалось таким твердым и стабилизирующим принципом, ну, как бы, вот, уже, как бы, завершение творения, это некое такое упрочнение, закрепление и кристаллизация. Вот, сера – это нечто летучее, вместе с тем огненное, там, заряжающее энергию, нечто эмоциональное и чувственное, а ртуть – это был такой пластичный, соединяющий, ну, наверное, водный женский принцип, да, серый – это, понятно, мужской принцип, разогненный. Вот, то есть, это некая такая, ну, жизненная сила, которая пронизывает всю живую материю и символизирует преображение. Вот, и интересно, что ртуть – это также еще ассоциировался с Меркурием, да, то есть, как бы, ну, понятно, да, бог мудрости, но в алхимии часто Меркурий еще ассоциировался с Иисусом, а ведь Иисус – это еще и, как бы, такой лекарь, врачеватель, который исправляет грехи нашего мира. Вот, теперь, ну, можно еще, так сказать, кратенько о четырех элементах в алхимии. Это, собственно, все те же элементы, которые вы знаете, то есть, начинается все с земли, там, терра на латине, на латине, дальше аква – вода, дальше аэр – воздух и игнис – огонь. То есть, опять, начинается земля – это, как бы, сущность жизни. Вот, вода – это, ну, животворящая сила, что, собственно, землю пробуждает. Почему у нас, получается, появляется зелень на земле? Потому что земля соединяется с водой. Дальше воздух – это уже некая такая, ну, как бы, связь с божественным миром, средство соединения с божественным миром. Ну, и, наконец, огонь, трансплутирующий огонь, очищающий огонь – это, собственно, само божество. Вот, то есть, как бы, алхимия подразумевалась, как такое путешествие от низшего элемента земли к высшему элементу огню. Но при этом, надо сказать, что касается вот этих вот двух средних элементов, то здесь, ну, нельзя точно определить, было их порядок. То есть, здесь, ну, алхимия, как и большинство магических наук, такая достаточно гетеродоксальная наука, то есть, там существует множество школ. И иногда после земли у нас, земля же у нас материнская, женская стихия, ставили другую женскую стихию в воду, ну, вот, как я вам сказал, да, земля пробуждается водой, вроде логично. Потом ставили уже мужскую стихию в воздух, и потом, как бы, завершающую мужскую стихию огонь. Иногда же здесь был порядок тетраграмматона. То есть, после женские и мужские стихии чередовались. После земли следовал воздух, потом следовала вода, и потом уже, потом уже огонь. Вот, далее, да, ну, и понятно, высший элемент, высший элемент дух. Ну, вот здесь вы можете посмотреть, как на этой гравире изображено, ну, своего рода, как бы, осветление. Да, то есть, ну, здесь, опять же, да, вы видите, вот этот вот последователь, земля, потом вода, потом воздух, потом огонь, да, то есть, сперва мы имеем такие, как бы, ну, плотные материальные стихии, согласитесь, да, как бы, земля и вода – это то, что мы можем вполне потрогать, да, уже воздух потрогать, и тем более огонь гораздо сложнее, да, то есть, вот постепенно, как бы, такой происходит переход от низшего к высшему. Спасибо. 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 , спасибо. Спасибо. Продолжение следует...